В поселке Бирюлинского зверосовхоза, в Искогорского района, это воскресенье превратили в настоящий сельский праздник. И похоже, что избиратели с этого участка разойдутся только поздно вечером. День голосования для местных коллективов запланирован и входит в план культурных мероприятий. На набережной поселка в новом и вполне городском сквере уже проголосовавшие все, кто по обе стороны этого праздника, и артисты... Успели, обязательно, в первую очередь пошли, в первую очередь, да. И зрители. Те, у кого день расписан по минутам, а в семье свой собственный, хоть пока еще и очень маленький, самый главный человек. Мы сначала голосовать с семьей, потом вот гулять. Этот избирательный участок в Искогорском районе претендует на лидерство по явке. Большинство избирателей к середине главного дня голосования уже прошли. В эти выборы мы ожидаем явку 100%. Надеемся на явку 100%, потому что я думаю, что она такая и будет. Традиционно у нас голосуют очень хорошо. И это благодаря, опять же, нашим депутатам, которые собирали сходы граждан с жителями поселка. Каждый депутат по своему округу собирал людей, беседовал, задавал вопросы. Они спрашивали что-то, что им нужно. И вот, соответственно, благодаря этому я считаю, что у нас явка улучшается и улучшается. Особенность таких поселковых участков в том, что они объединяют избирателей из нескольких деревень. Чтобы проголосовать, надо не просто дойти, а доехать, порой до 10 километров. Но и здесь, в поселке Чернышевка, заявляют повышенную планку для явки. На участок ходят семьями. Для молодоженов Александра и Дарья это первый совместный выбор. И, похоже, вопрос идти на голосование или нет не возникал. Семейное дело, где оно маленьким-то бывает. Да, мы строим дом, начали строить дом. То есть, всю остальную жизнь мы хотим прожить здесь. Для Егора Чугунова это первый в жизни выборы. 18 лет исполнилось не так давно. Утверждают, что и в среде сверстников накануне также велись обсуждения кандидатур на главный пост в республике. Решил то, что мой голос тоже как-то этот повлияет на выбор президента. Но чуть-чуть есть волнение первое, раз же потому что. Свой голос отдал единственный житель села Семиостровка в Актанышском районе. 82-летний Кабдулла Хайбуллин живет отшельником вот уже 40 лет, но выборы не пропускает никогда. Сейчас самому до ближайшего села, где находится его избирательный участок, добраться и сложный некогда. Дел много по хозяйству, поэтому избирательная комиссия приехала к нему. Пришла избирательная комиссия к жительнице Елавуги Клавдии Пустобаевой. Ей 101 год. И впервые она пришла на избирательный участок в 18 лет. В 1937 году тогда проходили выборы депутатов Верховного Совета СССР. Первые выборы голосовали Отто Юрьевич Шмидт, полярник, и Михаил Иванович Калинин, подседатель Совнаргома. Чтобы первые выборы запомнились на всю жизнь, такую задачу поставил себе юный изобретатель из Мамадыша. Он приехал на избирательный участок на электромобиле, собранном собственными руками. Сегодня я впервые иду на выборы. И чтобы этот день прошел не как у всех, я решил, точнее мы решили с друзьями соорудить электромобиль, который в течение года изобретали. А в Альметьевске сегодня наблюдали велосипедную пробку. Столица нефтяников – это еще и первый в республике город, где велосипедисты чувствуют себя на дорогах свободно. Сегодня в Альметьевске активисты клуба «Колесо» всей дружной команды более 300 человек приехали на избирательный участок. Мы вместе собрались и приехали дружно, с хорошим настроением. В Нурлате семья Семерхановых пришла на избирательный участок не только с настроением, но заглянув перед голосованием в салон красоты с творческим настроем. Наш образ и конкретно прическа называется «Ветер перемен». Это перемены всегда положительные, перемены хорошие, тем более в нашей республике. С песней по жизни и даже на выборы абдарахмановских бабушек знают далеко за пределами республики, даже в Турции, Финляндии, где они бывали с гастролями. На участок голосования не пришли всем коллективам. Почему я такая нарядная пришла? Мне хочется, чтобы и себе, и мне, и окружающим людям было хорошо. С избирательного участка и в поле в Варском районе сейчас самый разгар уборки урожая. Пока одни комбайнеры на участке хозяйственном, другие на избирательном работают посменно, без перебоев и на работе, и в голосовании. Благодаря тому, что выборы проходят все-таки с 11 по 13 сентября, находим время, чтобы механизаторы также сделали свой выбор. Единый день голосования сегодня для больших городов и малых сел завершился практически одинаково праздничными концертами на больших главных площадках и небольшими почти семейными выступлениями. А общим подарком в юбилейный для республики год, созревшим как раз к сентябрю, из цветов и овощных культур, стал самый большой барс в 85 на 85 метров и разместился он на площади в 1 гектар в Зеленодольском районе. И этот символ республики виден издалека. Татьяна Тимошенко, Светлана Звонарева, Андрей Ключников, 7 дней. Все выпуски программы 7 дней смотрите на ютуб канале ТНВ.